Привет, друзья! Вы смотрите программу IT News на Томикен Бизнес. В студии работает Ярнар Тайжан. Поехали! Все три iPhone, выпуск которых запланирован на 2020 год, будут поддерживать 5G. Однако Apple не будет первым крупным производителем смартфонов, которые поддерживают стандарт мобильной связи пятого поколения. При этом по сравнению с телефонами Android, где уже за 250 долларов доступен новый формат, флагман яблочного телефона будет работать намного быстрее. По словам аналитика Ming-Chi Kuo из TF International Securities, это связано с покупкой Apple компании Intel Baseband. За счет этого яблочный гигант имеет больше ресурсов для развития 5G. Вместе с тем, к 2022 году Apple также планирует производить собственные чипы 5G. Кроме того, по сведениям тайваньского ресурса DigiTimes, ссылающийся на своих информаторов в цепочках поставок, Apple собирается в следующем году представить свой первый MacBook с модулем 5G. Кстати, приобрести вы сможете его уже во второй половине следующего года. Ла-Манш за второй раз. Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на реактивном ховерборде. Весь полет занял 22 минуты, а максимальная скорость ховерборда достигла 170 км в час. Устройство питалось от рюкзака, в котором хранилось топливо, достаточное для 10-минутного полета. После этого ему нужно было остановиться для дозаправки. На Flyboard Air, на котором совершался полет, установлены 5 турбодвигателей. Изобретатель утверждает, что устройство простое в управлении. Оно состоит из платы, ручного пульта дистанционного управления и топливного бака. Отметим, что первая попытка Запаты пересечь Ла-Манш оказалась не совсем удачной. Ему пришлось сделать остановку для дозаправки примерно в середине пути. Зоопата промахнулся мимо платформы и упал в воду. Между тем, воздушная жандармерия Франции предупредила разработчиков в том, что заведут дело против него, если он продолжит летать на своих ховербордах по стране. Сам изобретатель предположил, что ему придется покинуть Францию, так как в ней не ценят инновации. Боринг Компани запустится в Китае в конце августа. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в ответ на ответ пользователя, который рассказал о его участии на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае с 29 по 31 августа. По предположениям издания Bloomberg, компания Маска займется строительством туннельных транспортных систем уже в начале следующего года. Отметим, что Боринг Компани уже успела зарекомендовать себя перед инвесторами. Недавно она привлекла 120 миллионов долларов в виде своих первых внешних инвестиций. За плечами компании немало контрактов и проекта. Среди них строительство проекта по перевозке посетителей вокруг Лас-Веговского конференц-центра. Тестовый туннель недалеко от своей штаб-квартиры в Калифорнии. Еще один потенциальный проект, связывающий Вашингтон и Балтимор, находится в процессе экологической экспертизы. Это были все новости мира IT на сегодня. В студию работал Ярнар Тайжан. До скорого!